Детский отдых превыше всего. Вот главный тезис заседания профильной межведомственной комиссии областного правительства. Несмотря на сжатый бюджет региона, финансирование летней кампании осталось на уровне прошлого года и составило 230 миллионов рублей. На территории Ивановской области работает более 400 оздоровительных организаций. Надзорные органы пристально следят за тем, чтобы условия пребывания детей соответствовали высоким стандартам. В 90% загородных баз отдыха и оздоровления проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту. Замене кухонного, технологического оборудования, мебели и мягкого инвентаря, благоустройству территории. Всего к середине лета в оздоровительных организациях побывали более 20 тысяч детей и подростков. Продолжают работу лагеря труда и отдыха, где дети проводят время с пользой для себя и общества. Из запланированных к работе в 73 лагерей труда и отдыха функционирует пока лишь 44. Не приступили к работе лагеря труда и отдыха в городе Кинишми, это 7 лагерей. И в Шуе планировалось 13. В областном центре упор при организации досуга несовершеннолетних сделали на лагеря дневного пребывания. Задействовали 75 ивановских школ. За первую половину лета они приняли около 700 ребят. Они выполняют очень важную работу по подготовке школ к новому учебному году, по благоустройству территории. Некоторые работают вожатыми в лагерях дневного пребывания. Это тоже очень важная, своеобразная педагогическая практика у нас в этом году была. Не обошлось и без ЧП. Правда, локальных сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали три факта кражи мобильных телефонов. Два случая употребления алкогольных напитков несовершеннолетними. Шесть раз дети без разрешения покидали загородные оздоровительные учреждения. По выявленным фактам проводятся проверки.